на портал экзегет поступил следующий вопрос как утешить мать пьющего сына или можно еще добавить к этому как помочь пьющему человеку мы с вами находимся во времена нового завета когда мы имеем все необходимые духовные лекарства для того чтобы вылечить то или иное зло то или иной духовную болезнь в частности пьянство мы с вами имеем силу благодати духа святаго который дается каждому верующему человеку будущему во христе и поэтому мы можем помочь тому кто не может сам себе помочь какая же это помощь но дайте есть такая мудрость что если человека сердце открыто то нужно прийти такому человеку советом и чек услышит тебя и скорее всего сделать так как ты ему сказал потому что он открыт если сердце человека закрыто то бесполезно ломиться в закрытую дверь нужно постучаться в его сердце молитвы поэтому начнем с того что человек если не расположен разговаривать если казалось если кажется что ничего сделать нельзя всегда можно помолиться о нем и сколько случаев бывает когда безнадежнейший случай когда чек безнадежно пьет когда он далек от покаяния но в душу то происходит и в считанные дни происходит изменение вопреки всякому человеческому опыту потому что по молитве верующий человек по молитве матери который господь дает особую силу по молитве друга который хочет помочь своему друг которую которого любит господь дает исцеляющую силу и господь все может изменить он может изменить мысли человека он может изменить сердце человека вложить его сердце мысли о покаянии и кто знает как сложится судьба этого бывшего пьяницы если нам кажется что ничего сделать нельзя то никогда не нужно доверять таким мыслям надо помолиться от всей души от всего сердца а когда молимся отопьющего нисколько не сомневаться что господь нас слышит и быть неотступными в молитве и быть терпеливыми в молитве и никогда не сомневаться что наша молитва будет услышана это касается молитвы о пьющем если пьющий открыт к общению с нами тогда хорошо пригласить его в храм хорошо привести его на исповедь побыть с ним рядом потому что сам он может до исповеди не дойти не имея опыта если человек будет часть исповедоваться если в конце концов начнет причащаться борец своим грехом то душа становится другой осветляется очищается и уходит из души вот это желание отключить себя желание ни о чем не думать желание уйти в это пьяное забытье и здесь важно чтобы человек регулярно и часто исповедовался если будет готов то и причащался нередко тоже часто исповедь и причастие духовное напряжение вот что поможет чеку который одержим страстью пьянства если душа напряжена она не только укрепляется она чувствует себя бодро она чувствует себя сильный если душа расслабляется тогда она подвержена всяким страстям честности страсти пьянству поэтому так важно чека поставить на путь в церковной жизни и господь поможет ему лишь бы он сам захотел и услышал нас вами вывод такое что всегда можно помочь пьющему и никогда не надо отчаиваться унывать что ничего нельзя сделать и будем делать все что можно